Итак, сегодня мы займемся проведением очень-таки необычного эксперимента, который называется «Египетская ночь» или упрощенная версия химических часов. Для начала возьмем стаканчик и отвесим туда смесь, состоящую из небольшого количества едидокалия и теосульфата натрия. Далее растворим всё это дело в 100 мл воды. Возьмем другой стаканчик и растворим там чуть-чуть картофельного крахмала. Сначала растворим крахмал в холодной воде, а потом дольем туда кипяток, чтобы крахмал лучше растворился. Раствор получается немножко мутный. Дальше проливаем раствор картофельного крахмала к первому раствору, где у нас смесь едидокалия и теосульфата натрия, чтобы получился такой немножко мутноватый раствор. Далее сделаем второй рабочий раствор. Этот раствор может быть различных концентраций. Для этого я в каждый стаканчик отлил разное количество пироксида водорода 30%, подкислил раствор кислотой и разбавил всё количество примерно до 40 мл. Ну а теперь приведём реакцию. Я поставил часы, чтобы вы могли видеть, как происходит реакция. В стаканчик я налил 20 мл первого рабочего раствора и теперь проливаю к нему второй рабочий раствор. Проходит какое-то время и раствор резко становится чёрного цвета. Изменение цвета это не что иное, как взаимодействие образовавшегося йода с крахмалом, так как крахмал является хорошим индикатором на йод. Теперь возьмём два стаканчика первого рабочего раствора. Но теперь второй рабочий раствор будет различных концентраций и время реакции можно варьировать. Так, раз, два, три, приливаем раствора. Первый стаканчик реагирует быстрее, а второй чуть дольше. Эта реакция довольно-таки интересная и красивая, и с ней можно играться довольно долго. А теперь посмотрим на изменение цвета в замедленной съёмке. Редактор субтитров А.Семкин